МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юрий Алексеевич, сначала начнем, наверное, с такого очень интересного, можно сказать, проекта. Но это, на самом деле, народный такой праздник и событие. В 12 раз уже в 2020 году пройдет праздник на улице Совхозной, которую еще называют улицей Победителей. И этот праздник возник не случайно. Давайте кратко расскажем нашим телезрителям, что это за улица во Владимире. Да, это улица Совхозная. Она здесь в частном секторе города Владимир. Недалеко отсюда от вашей студии находится. Там, где кольцевые и танковый проезд и так далее. Была улица и была. Но в 2009 году я впервые провел праздник улицы. Собрались мужички и сказали, давайте проведем. А уже к 65-летию Победы я написал книгу. Она называется «Улица Победителей». Вот эта книга. Я назвал ее символически «Улица Победителей». Здесь 33 истории. Потому что когда я копнул жителей, а тогда еще фронтовики были и прочие, они мне рассказали, и казалось, что на улице живут фронтовики. Те, кто строили дома. Да, которые, да. А ее до войны не было улицы. Она была построена после войны, когда фронтовики возвращались уже на место жительства. Не на родину, а на место жительства. У нас со всех фронтов приехали сюда. Им городской совет предложил, жилья не было, хотя по указу Сталину обязаны были дать. Но не было. Они говорили, будете строиться, дадим суду и землю. Вот так появилась, построена в течение трех лет, четырех, была улица Совхозная. И вот тут 33 истории. 33 дома истории уникальные. У нас на улице и партизанки, и танкисты, и летчик, герой Советского Союза Гусев Иванович у нас жил там. То есть у нас улица, она вроде бы такая небольшая и неприметная. А на самом деле-то, если, конечно, копнуть глубже, то прилегающая улица не менее знаменитая. У них людей достойных не меньше было. Но об этом не каждый решил написать. А вот у нас на улице нашелся я. И вот мы провели 11 праздников. 11 лет мы празднуем в улице Победителей. К нам приезжают первые лица области, губернатор, заместители, представители общественных организаций, партийных организаций, ветераны. Самое главное, что молодежи очень много к нам приходят с ближайших школ, с улиц. И все с удовольствием слушают и смотрят. Потому что у нас там программа очень насыщенная. Да, и музыкальная, и поэтическая. Да, да, да. Люди приходят и свои стихи читают. У нас к празднику последнему многие уже внучки, которые были маленькие, а сейчас выросли за это время, стали уже писать стихи, посвященные своим дедам. И на улицу приходят, естественно, с портретами, как бессмертный полк. Это вот про улицу. Шестисерийный фильм сняли. Шесть серий было, очень интересных серий. То есть книга пошла как бы по России. Она известна не только в России. И даже появились последователи. Это в Меленковском районе, например, есть село Бутыльце. Глава узнал о этой книге, был у нас здесь на одном из праздников, сказал, мы тоже хотим, чтобы у нас было не улица, а село Победителей. У них тоже каждый второй ушел во время войны житель, ушел на фронт, вернулось очень мало народу. Но они сделали мемориальный комплекс большой. Сохранили вот эти вина. И решили, что у них будет село Победителей. Поэтому еще глава поселения, глава района сказал, что еще ряд поселений хотят участвовать в этом проекте. Ради Бога, мы только рады. Потому что здесь молодежь принимает самую главную часть, чтобы не выхолостилась память. Сейчас об этом много говорят, что искажают и в Европе, кто только не искажает нашу память. Но вот эти книги уже, они останутся вечно. И вы сами, я знаю, что лично обходили дома, общались со соседями своими. А как же? Каждый подходил к каждому, разговаривал. Люди сначала были замком, зажатые, потом столько рассказали. И фотографии. Да, все здесь есть, да, и фотографии и так далее. Потом уже в догонку прибежали. А я тебе сейчас об этом не рассказываю. Ну давай рассказывай. Потому что потрясающая история. У вашей супруги, насколько я знаю, да, тоже. Вот вы живете в доме, который когда-то строили. Да, 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 у меня теща до сих пор уже единственная осталась из старожилов, это моя теща. Вот ей 90-й год в этом июне будет. Значит, которая строила своими ручениками вместе с мужем, он фронтовик был, строили этот дом. Поэтому у нас, слава богу, что хоть один человек сохранился. Потому что уже, к сожалению, когда начинали, было полтора десятка участников, ветеранов. А сейчас одна моя теща осталась. Соседка на просе, но она приезжая. А вот ветеран, который строили, это была моя теща осталась. То есть не многие знают, что именно в городе Владимире есть такая замечательная улица. Приходите на праздник, знакомьтесь с людьми, читайте книги. Я думаю, что многие знают. Но не другое дело, что не все могли по разным причинам прийти. Но знают, что 11 лет мы всегда их приглашаем. Всегда. И люди приходят, вызываются, действительно рады. Праздник со слезами на глазах. Приходят и уходят довольны. И я кратко еще напомню нашим телезрителям о том, что праздник как раз буквально за два дня или за несколько дней до Дня Победы. До 9 мая проводится. Да, вот в свое время в одном из последних праздников Ольга Хохлова, она была тоже при администрации. Символично, что праздник Победы начинается с праздника на улице Победителей. То есть у нас где-то 5, 7, 8 праздники открывают. Майя, да. Да, мая. А потом после этого уже общий городской, ну, общий союзный и уже в городе на площади Победы. Юрий Алексеевич, а как вы относитесь к идее? Я не знаю сейчас на каком этапе именно переименование улицы Совхозной в улицу Победителей. Или переименовывать все-таки не стоит. Нет, вы понимаете, мы, почему, у нас был, как говорится, мониторинг провели, все. Значит, мнения разделились. Некоторые за то, чтобы переименовать, а некоторые нет. Их смутило то, что это связано с переоформлением документов. Это же у нас машина, там, у кого дома. И все, все, все. Они говорят, представляете, сколько это. Хотя ему администрация говорит, да мы это сами возьмем на себя и так далее. Вы не беспокойтесь. Но вот сомнения есть. А раз есть сомнения, мы решили, что если нет стопроцентного желания, мы дела отложим. Люди созреют. И попросят сами. Ведь переименовать это недолго. Это формальный акт технический. А вот чтобы идеология созрела. Вот так вот. Спасибо вам большое. Переходим вот к еще одному очень интересному проекту. Книга сформировалась на основе путешествия такого. Расскажите, пожалуйста, по Владимирским проселкам, рекам, городам и весям. Давайте покажем эту книгу. Тоже можно взять в руки и презентовать ее тоже. Замечательная. Это второй том, насколько я знаю. Книги издавали вы вместе и составляли с Евгением. Евгением Григорьевичем Локтионом. Замечательный краевед. Он занимался топографией, делал карты Владимирской области в свое время, когда работал в институте Владимирской, Московской, Рязанской и так далее. Он исходил всю Владимирскую область. Вот теперь всю исходил. Вот спроси про населенный пункт. Это расскажет. Сходу. Потому что он везде был. Все знает. Вот здесь более 800 населенных пунктов. Название рек и озер и прудов все практически собраны. Это оригинальный путеводитель по Владимирской области. От города Покров до города Гороховец и с севера до юга вся Владимирская область здесь собрана и с примечательностями, с людьми великолепными, которые там жили. Какими-то событиями, битвами и так далее. Она и хорошо иллюстрирована, есть вкладка цветных фотографий. Я считаю, что для владимирцев надо бы в каждом доме иметь для жителей Владимирской области, потому что там о всем рассказано. А в библиотеке можно найти? Да, есть. 5 тысяч километров описано. Можете представить, 5 тысяч. В первом доме полторы тысячи километров. Там по северу Владимирской области. Это маршрут Владимира Алексеевича Слаухина, нашего земляка. Мы по его точно маршруту прошли, но еще вот сюда, отошли сюда и сюда. То есть у него 500 километров, а у нас полторы тысячи получилась. Интереснейшая тоже книга. Вот сейчас буквально мы хотели до Нового года, но не получилось там в силу большой загрузности. Третий том выходит. Третий том посвящен городу Владимиру. Таким образом у нас будет трилогия с общим названием «По Владимирским проселкам». И проект называется «По Владимирским проселкам». Третья часть будет посвящена городу Владимиру. Там тоже много уникальных историй. И есть чего вспомнить, потому что много уже забыли. И фотографии хорошие. То есть та книга тоже ждем, что с недели на неделю будет готова. Мы ее уже распечатаем. В администрацию, конечно, направим. И проведем презентации. Вот у нас эти все предыдущие, и эта книга, и предыдущие. Ну, примерно 40 презентаций-то было. То есть на всех площадках мы старались людям донести это все. Что есть такое. Да, для чего мы пишем? Для того, чтобы люди знали. А многие это ведь не знают. Многие вообще по области-то не путешествуют. Начнем с этого. Да по городу-то живут, не знают. Вот, кстати, вот это вот незнание, оно все-таки смущает и задевает. И вот пока готовился третий том, я умудрился написать вот еще одну книгу. Она называется «Забытые страницы истории государства российского». Почему? Ну, во-первых, в 2022 году, то есть это еще два года впереди у нас, значит, будет празднование 1160-летия российской государственности. То есть точка отсчета взяла 862-й год. А что случилось в 862-м году? А новгородцы пригласили Рюриков на царство, то есть на княжение, скажем, возглавить наших князей, княжество, и чтобы дать отпор и прочее. То есть государства еще не было, естественно. Но ученые посчитали, что если пришли в этот году, давайте сейчас, что это начало государственности. Мы, конечно, соглашаемся, с удовольствием и прочее. Но если говорить о централизованном государстве, оно началось с нашей земли. И непосредственно с поселка, мы привыкли поселок, рабочий типа Боголюбова. Это был град Боголюбов. Выбранный не случайно Андреем Боголюбским, да, основанным? Да, там по легенде, что пока везли икону, то они там встали и дальше не пошли. Легенды имеют право на существование, пусть это будет так. Но де-факто Боголюбов стал городом, где была княжеская резиденция. Там встречали послов. Таможня, там была, насколько я знаю, такой пункт. Да, встречали послов, патриархов встречали, если надо было встретиться. И, в общем-то, князья. Там же были, например, Тверские, Ростовские, Рязанские. Это были князья. Значит, их надо где-то было собирать. И князь собирал их там в резиденции Боголюбова. И появился титул «Великий князь». Объединяющий. Да, это самый главный, признанный главнее всех. Не случайно потом период был татаро-монгольского иго. И в Золотую Орду ездили великие князья Владимирские получать, в частности, Александр Невский, получать ярлыки от ханов на княжение. И они раздавали эти ярлыки здесь уже, во Владимире и так далее. То есть, непосредственно централизованное государство начало создаваться Андреем Боголюбском в городе, в городе Боголюбов. Ну, разный период нашей истории был. И был период воинствующего атеизма, как рушились храмы и прочее. И Боголюбов сначала стал центром пригородного района города Владимира. Был такой район, да? Это, например, 65-й год, где-то так. А потом его вообще упразднили. А Боголюбов передали в Сузовский район. И сейчас получилось, как бы, отец оторван от своего ребенка. Поэтому эту несправедливость... Вот я из этой книги сейчас написал большой проект. Мы хотим эту несправедливость убрать. То есть, вернуть Боголюбова в черту города Владимира. Потому что микрорайоны Оргтрут есть, Новая Быковка есть, Юрьевец есть. А Боголюбова, которая в 7 километрах от Владимира, в Сузовский район ушла. Вот поэтому мы тут на основе референдума, закона и так далее. Все это изложено у меня уже в проекте, который родился на основании этой книги. И мы предлагаем, чтобы центр празднования перевезти в этом году в Боголюбов и Владимир. Потому что в Боголюбов, его посещали все наши цари. Они считали необходимым, обязательно, потому что такой был город. Нельзя было его забыть. И вот последний, в 1613 году семейство Романовых приезжало в Владимир, в Суздаль и в Боголюбове. Обязательно? Да, они посещали обязательно. Все, и Петр Первый, и многие царственные особы бывали в Боголюбове обязательно. На молебны или как-то. И Иван Грозный тут все и там оставляли под дары в Боголюбовские монастыри. И что на самом деле, я когда этим начал заниматься, я собрал все, что есть о Боголюбове. Вот все есть, современном, царском и так далее. И вы знаете, с удивлением увидел, что церковь Покрова, например, до 1937 года, она выглядела совершенно не так. Это был комплекс. Там еще было... Надстройки, галереи, по-моему. Церковь была, с колокольной, теплый церковь, с колокольной, ограда большая вокруг этого, там был монастырь. Понимаете? Поэтому в мероприятиях, которые мы хотели бы, чтобы было осуществлено, мы предлагаем, чтобы обратиться в ЮНЕСКО и в отделение средств, и чтобы можно было восстановить, какой он был до 1937 года. Тогда большевики разобрали на кирпич все эти постройки. Осталось, вот с чудом сохранилась церковь, это просто Бог ее, так сказать, держит свое. А ведь могла быть и уничтожена. Юрий Алексеевич, а кто поддерживает еще Ваш проект? Значит, мы очень тесно сотрудничаем, я тесно сотрудничаю с Союзом пенсионеров России. Значит, у нас есть региональное отделение, выгодает его Сергей Сергеевич Полуэхтов. Я у него являюсь заместителем. У него четыре заместителя. Я вот по проектам литературным и краеведческим, я у него заместитель, поэтому я вхожу в эту организацию. А вторая общественная организация – это Совет отцов Владимирской области. Тоже очень активный папа наш, скажем так. Да, Алексей Сорокин – очень активный папа. Мы с ним тоже участвуем во многих проектах, в том числе «Облиц-победитель» и так далее. И вот я с ними переговорил, они поддержали этот проект, потому что, по сути, у нас одинаковые функции и задачи. То есть, защита законных прав своих членов, то есть, пенсионеров, родителей, детей, воспитания, просвещения, и в основном в духе патриотизма. Чтобы любовь к Родине была не только на бумаге, но она формировалась внутри человека, внутри молодого человека, внутри каждого человека. Поэтому они поддержали меня. Уже вот эту книгу мы были в администрации, когда Сергеем Сергеевичем презентовали этот очередной том в администрации. Мы раздали культуру, управление культурой, раздали всем библиотекам в школы, всем, что получили. Потом по районам у нас очень много тоже получили. Не по многому, у нас возможностей нет финансов. Просто, да, огромный тираж требует огромных затрат. Но по одной-две книжечки в районах мы все-таки дали. И люди благодарны. Вот из Горховца просили, тоже позвонили. Говорят, мы делаем какую-то экспозицию. Можно ли мы вашей книгой воспользуемся? Я говорю, конечно. Для чего? Ради бога. Возьмите. Юрий Алексеевич, а если возвращаться к теме уголков наших интересных Владимирской области или города Владимир, улиц. Вот вам, ну, понятно, улица совхозная, да? А вашему сердцу или, может быть, что-то необычное привлекло ваше внимание, история какая-то связанная? Что больше всего? Может быть, какое-то село, поселок или самая интересная встреча какая-то произошла? Вы знаете, это я сейчас, как говорится, взял в жены девушку с улицы совхозная, а будучи юношей и молодым человеком, я прожил на улице Северный проезд в детстве. Это около улицы, между улицами Первая Пионерская и Северная. Маленькая, пять домов всего. Проезд даже, да? Да, Северный проезд, маленький. Это район назывался Фубра, так называемый Фубра. Значит, был криминальный район, я тоже, у меня же много книг, я только 15 книг, вот три только здесь. У меня еще есть трилогии и так далее, там посвящения и всякие. Так вот, на улице Северный проезд, я провел, до 16 лет я там жил, потом уехал в армию и женил и так далее. Но меня эта улица всегда привлекала, тянула к себе, там прошла наша юность, наше детство. И вот мы с одним товарищем, он говорит, давай, Илья Алексеевич, пройдем по улице вашего детства. У нас был целый цикл телесюжетов и так далее. И он собрал людей, объявил, кто хочет узнать о городе Владимире. И вот мы прошли, там человек 20 нас было, прошли по Первой Пионерской, по Северному проезду, по части улицы Северного района, Бани, там был базар в свое время. Я все рассказал, что было здесь в 56-60-х годах. Это очень интересно. Люди откликнулись, они просто открыв рот слушали. Казалось бы, живут здесь, должны знать. Нет, не знают. А прошло время всего 25-30 лет. История сразу уходит, стирается много. Если ее не запечатлять в книге или каких-то рефератах, или в киносюжетах, или как-то, в живописных полотнах, со временем уходит память об этом. Поэтому мы стараемся, чтобы память о нашем, во-первых, великом городе, красивом городе не ушла никуда, а осталась в наших книгах. Конечно, много. Я вообще люблю город Владимир и многие его уголки для меня дороги. Но выделить отдельно, они мне все дороги. Я их все прошел и про них все писал. Большое спасибо, Юрий Алексеевич. На этой прекрасной ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, что у нас в гостях был Юрий Алексеевич Никитин, писатель, краевед. Узнавайте новое и изучайте историю нашей малой родины. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok